Похож на мерзавца, скажу я вам. Да, тупая. Актуальная тема. Я первый. Я подошёл, я первый. Еда, я иду к тебе. Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс и это рубрика «Глазами зрителя». И если вы не видели предыдущие выпуски этой рубрики, то обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео, а также вот здесь, сверху будет подсказочка с ссылкой на плейлист. Переходите, смотрите и обсуждайте вместе с нами. Вы просили? Получайте! Мы будем смотреть сериал «Мерзавец». Чуть ли не под каждым видео, не под каждым выпуском рубрики «Глазами зрителя» мне кто-нибудь обязательно писал «Посмотри, мерзавца». Это был самый популярный запрос из всех. Поэтому, окей, я выполняю вашу просьбу. Этот сериал снимает та же девушка, что и снимала сериал «Я заставлю тебя полюбить». Серии, я так посмотрела, короткие довольно-таки, там по 10-12 минут. Начинаем. Первая серия. Ну, куда без «я». И мы так вот сразу начинаем именно заставки самого сериала. Надеюсь, она не будет такой же длинной, как «Я заставлю тебя полюбить». Ну, естественно, я никого еще не запомнила вообще. Даже не пыталась. Будем узнавать по ходу, кто есть кто, кто есть что и почему. Довольно неплохо добавлен вот этот вот эффект помехи камеры. Сериал «Ведь мерзавец» про явно не очень хорошего человека или даже не очень хороших людей. Поэтому вот эти вот помехи создают впечатление такого чего-то плохого, разрушительного, такого неправильного. Вот. Ну, лично у меня такая ассоциация. Поэтому в данном случае этот эффект смотрится весьма уместно. Ну, вот этот вот, наверное, будет главным героем, я так понимаю. По крайней мере, мне пока только он из всех мальчиков приглянулся. Более или менее симпатичный. Похож на мерзавца, скажу я вам. На самом деле, у меня в голове почему-то всё время, когда думаю об этом сериале, когда читаю ваши комментарии, что посмотрю этот сериал, у меня в голове он запоминается под названием не как мерзавица, а как мерзота. Не знаю почему. Ну что ж, минута — это у нас заставка. Ну, так, довольно-таки долговато, потому что серия всего 11 минут идёт. Минута, из которой заставка. Это не есть хорошо, что одну десятую часть серии составляет заставка. Для хронометража именно симпс-сериала это, ну, маловато. Хочется как-то побольше. Я понимаю, что когда ты делаешь серии короче, ты можешь, наоборот, их чаще выпускать. Это может быть и плюс в какой-то степени. Но конкретно для зрителя, ну, мне вот как зрителю, хотелось бы, ну, хотя бы минут 15 серию, 16. Это вот прям такая стандартная продолжительность именно серии симпс-сериала. Планка повышается. Я за ТП был 16+. Здесь уже 18+. Страшно представить, что там будет происходить, конечно. Не знаю, кажется ли мне, но цветокоррекция как будто стала более мягенькой такой, более нежной. Но не скажу, что при глушённой цвета всё равно довольно яркие. Визуально что-то определённо поменялось именно в оформлении всего кадра. И вот это вот изменение мне определённо нравится. Как будто бы добавлен на кадр эффект сияния. То есть, вы знаете, такой размытости небольшой. И это не тот эффект, который у ЯЗТП прям полностью замыли на кадр. Это просто такое вот, ну, мягенькое сияние. И смотрится приятно и хорошо. А-а-а, ненавижу понедельники. Конечно. Особенно если учесть тот факт, как мы вчера отжигали. Не напоминаю. И вот опять есть парень тёмненький. Так сказать, прототип Норвелла из того сериала. И есть парень светленький. Прототип Джонни из того сериала. Так как я смотрю эти сериалы как бы параллельно, обзоры на них, да, делают друг с другом. Для меня это прям вот визуально очень похоже. Тёмненький, светленький. Главный герой, наверное, абсолютно чёрненький. Если этот шатен, да, правильно называется, цвет волос, тот блондин, то обязательно должен быть брюнет, который будет главным героем, мерзотой той самой. До сих пор дурно. Меньше дури употребляй, и не будет таких последствий. Тогда будет слишком скучно. А вот это не одобряю. Пропаганда наркотиков в сериалах, если и так повсюду, к сожалению, большинство молодёжи увлекаются наркотиками, вот всей этой темой. Это не есть хорошо пропагандировать это ещё и в сериалах. В настоящих фильмах и сериалах эти проблемы поднимают для того, чтобы в конце прийти к какому-то логическому заключению о том, что на самом деле это плохо. Более или менее стараются нести какую-то мораль. Если здесь вот эта вот фраза продурь включена просто для того, чтобы... Йоу, я типа со всеми в теме. Не будет это вести ни к какому моральному заключению, моральному выводу, то я это не одобряю на самом деле. Ну, потому что зачем? Опа! А вот и король вчерашнего торжества. Как ты? Я думал, ты не явишься после вчерашнего. Я бы явился ещё быстрее. Ну да, он всё-таки брюнет. Он не настолько чёрный у него цвет волос, как у Эдди, но он тоже тёмненький. И я подозреваю, что это главный герой. Так? Но в этот раз пришлось долго пояснить барышне, что её тело делало в моей постели. В этот раз только тупую, что ли, смог заговорить. Кто-то ещё умный будет так поступать, чтобы на тусе с первым встречным потом проснуться у него в постели. Ну вот разумный человек будет так делать? Не думаю, что будет. Поэтому да, тупая. Это всё из-за вчерашней дури. Она никак не выйдет из него. Тогда всё понятно. Ой, да ну вас. Я в буфет. Моральные принципы и устои главных героев меня не радуют. Как бы думаю, что можно было бы их выставить такими крутыми и без упоминания того, что они употребляют дурь и спят с кем попало направо и налево. Ну, опять-таки, это не совсем правильная пропаганда к чему и зачем. Но ладно, окей. Будем смотреть дальше. Может быть, дальше будет лучше. Я просто говорю про образ жизни главных героев. Он мне лично не близок. Поэтому я не могу это одобрить и сказать, ох, какие они крутые. Нет, они тупые. В эту пятницу опять тусим? Или как? Скорее всего. Предки вроде снова валят на выхах, так что хата будет только в моём распоряжении. Как бы они так лет до 30-35-и-то потусят, а потом начнутся проблемы со здоровьем. И тусить уже будет не так весело. Моя голова, что ж так плохо-то? Хизер, с тобой всё в порядке? Ты какая-то бледная. По-моему, она всегда такая. Это да, но сегодня она ещё белее, чем обычно. Может, это из-за погоды? Я читала, что давление сегодня с большими перепадами и... Пожалуйста, не начинай. Хизер, ты меня слышишь? Хизер! Но она тоже явно чего-то перебрала, да? Как себя чувствуешь? Вяло, слабо, голова болит. Может, она заболела? Вполне возможно. Я читала, что микробы в этот сезон. Карли! У неё коронавирус! Актуальная тема? Давай я отведу тебя в Медпункт. Там тебя осмотрят и по возможности свяжутся с твоими родителями, чтобы они тебя забрали. Идёт? Да, пожалуй. Отлично, идём. Ох, но Медпункт, как всегда. Как только нужны, их обязательно нет на месте. А я вам скажу больше. Вам в Медпункте, скорее всего, и не помогут. Максимум, что они скажут, ну вон, выйди на улицу, подорожник приложи. Чё, так сложно, что ли, а? Не злись. Всё хорошо. Да бесят. У них не перерыв сейчас, чтобы где-то шастать и отлучаться на те же грёбаные пять минут. Какого чёрта? Ау, парень. Ну, наверное, девочки не просто так стоят. Чё ты не видишь, что тут очередь как бы. Видишь вообще, что здесь очередь как бы. Вот очередь как бы. Она прям моими словами сказала. В том сериале я цитирую Эдди, в этом сериале, видимо, будут цитировать эту девочку. Извиняюсь, не запомнила её имя, да и не пыталась. Узнаем в будущем. Один хрен, всё равно закрыто. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой хрен, господи. Проходите, проходите, хрен. Пожалуйста, располагайтесь, располагайтесь. Тут удобно, вам всегда рады. А ты читать не умеешь? Написано, отошла на пять минут. Глаза разуй. Я бы на твоём месте не дерзил мне. Ты? Это ты? Вы знакомы? Надо же, как тесен мир. Кто мог подумать, что мы учимся в одном заведении? О чём это он? А она тебе не просвещала сегодняшней своей ночке? А она что, обязана всех просвещать о сегодняшней своей ночке? А всех своих половых партнёрах должна первым делом с утреца в учебном своём заведении докладывать своим подругам. А ещё лучше на видео записывать, чтобы, ну как бы, долго не объяснять, а они, ну, сами посмотрят, сами узнают, сами увидят. Заря. Слушай, почему ты с первых минут меня уже так безумно раздражает? Ну потому что он мерзавец. Спокойней, нервишки свои побереги, а то так и медсестру не дождёшься, поздно будет. Смотри, чтобы тебе поздно сейчас не стало. Патрисия, оставь его, я потом всё расскажу. Слушайся, подружку, дело говорит. Я сама решу, что делать, тебе слова не давали. Такие они прям все дерзкие, ух. Нужно было срочно отлучиться. Кто первый в очереди? Ну да, может она в туалет отошла, медсестра. Ну что ж, ей нельзя, что ли, на пять минут? Куда это ты намылился? Мы первые. Хизер, пойдём. Ну, чувак, явно невоспитанный. Видимо, ты ещё не в курсе, но зато... Что я мразота последняя. Видела, сериал Мерзавец называется? Так вот, надо было не просто Мерзавец, надо было назвать Мразота последняя. Меня вообще никак не воспитывали. У меня нет никаких рамок приличия, рамок дозволенного и никаких моральных принципов. Поэтому отошла отсюда, да? Я первый. Я подошёл, я первый. Первый всегда я. Эй! Будь Мерзавец. Ненавижу таких. Что он вообще о себе возомнил? И что вас с ним связывает? А тебе в красках объяснить, что их связывало сегодня ночью? Я была вчера на вечеринке. Там был этот парень. Ну, походу, мы с ним переспали. Это шутка? Если бы. Я просто смутно, что помню, но проснулась я сегодня у него в постели без одежды. А плохо мне от вчерашней выпивки и травки. Твою ж! Я как дура, значит, распереживалась. Думала серьёзное что-то. А что у вашей подруги впервые такое? Судя по ней, она, наверное, каждые выходные, если не каждый день, так время проводит. А вы и не знали о том, что у вас подруга, ну, мягко говоря, шалава? Я не утверждаю о том, что она такая, но пока первое впечатление, которое у меня о ней сложилось, именно такое. Первое впечатление бывает обманчивое, я не спорю. Поэтому надо смотреть дальше, чтобы проникнуться каждым персонажем. А у тебя всего лишь навсего отходники. Так ещё и ночь умудрилась провести с этим... с этим... Извини. Ну, в общем, мне кажется, когда человек себя реально плохо чувствует там, по болезни, и отходняк от травки, немного по-разному выглядят эти вещи. Ну, вот пока визуально, ну, очень похож на... я заставлю тебя полюбить. Те же самые кадры в коридоре все стоят, разговаривают. Те же самые начальные кадры именно города. Это, ну, то есть, стиль съёмки, ну, у режиссёра не меняется, но, в принципе, наверное, так и должно быть. Каждый режиссёр выбирает какую-то для себя удобную стилистику съёмки, и он как-то в ней и работает. Я, как бы, ничего не могу сказать из-за этого конкретно, если прогресс какой-либо в съёмке. Потому что, ну, кадры похожи. Вроде как пока не было кадров с обрезкой именно головы. Вот в этом прогресс. Ну что, как там Хизель? Не хочу о ней. Не поняла. Эмми, она вчера тусовалась, а сегодня ей плохо. Смекаешь? О, так вот в чём дело. Ещё и переспать-то умудрилась с одним выскочкой из нашего колледжа. Ой, по-моему, я засиделась. Нужно уже идти. Что? В смысле? Меня снова заперли в библиотеке? Почему никто не обходит территорию по периметру? Почему все, либо охранники, либо библиотекари, всегда оставят кого-нибудь в своём помещении и закроют их там? Надо прекращать забиваться в самый конец зала, где ни черта не видно и не слышно. Теперь придётся ждать, когда закончится этот чёртов обед. Можно? А, ну на обед, ну ладно. О, естественно, это мерзота тут осталась. Громкостью говорить или убавить, и проговорить своё недовольство про себя. Ну что не такое сейчас было в озвучке? Я понимаю, что ты весь такой недовольный, но можно было бы и более нормально сказать нет. Что? Библиотекари вообще пофиг. Он такой, о, время обеда. Да пофиг, остались тут люди или нет. Еда. Я иду к тебе. Второй раз за день. Судьба сегодня явно ко мне неблагосклонна. О, нет. Только не ты. Я тоже не рад тебя видеть. Поверь, мой восторг при виде тебя тоже равен нулю. И вот опять, они разными словами говорят одно и то же. Я не рад тебя видеть. Поверь, я не рада видеть тебя ещё больше. О, мой восторг при виде тебя вообще равен нулю. О, я тоже не рада тебя видеть. Ну, типа, блин, зачем одно и то же-то повторять просто разными словами? Да, я понимаю, вы хотите передать, что они прям мега ненавидят друг друга с первого взгляда, но опять-таки немного странновато это передано в диалогах. Немного с перебором. Опять. Девчонки тащатся по мне. А у кого-то, я смотрю, корона от тяжести уже падает. Смотри аккуратней, а то вдруг что-то не то зацепит. Не переживай. Удачи всегда на моей стороне. Переживать? За тебя? Пф, сдался ты мне, как кошке второй хвост. Ну, так раз не сдался, уже бы и не разговаривала с ним, отошла бы. Ну, откуда тебе знать? Может, ей кайфовее будет жить с двумя хвостами. Боже, как же ты меня раздражаешь. Такие же выскочки, как ты, даже дороги сюда не знают. Ошибаешься. Библиотека это идеальное место. Да ну? Да. Для сна и релакса самое то. Ах, ну да, конечно. Короче, свали куда-нибудь в угол, чтобы я тебя не слышал и не видел. Туда же, откуда ты только что вышла. Да, давай, туда же. Я тебе крыса, что ли, чтобы по углам скитаться? Ну, так ты же сама только что сказала, что сидела в самом темном углу. Так что да. Принимай, как хочешь. Считаешь себя крысой, ради бога. Только скройся с глаз моих. Не раздражай еще больше. Не, ну это уже совсем наглость. Значит так. Во-первых, разговаривать в таком контексте будешь со своими дружками. Ну уж точно не со мной. А во-вторых, я уже говорила, но для твоей пустой башки повторюсь снова. Не указывай мне. Понял? И опять он прижимает ее к стене. Опять. У меня сейчас какое-то дежавю. Я как будто одно и то же смотрю. А я, по-моему, говорил тебе не дерзить мне. Но что-то я не вижу, чтобы... Как бы сказать-то так. Характеры и поведение главных героев, по сути, не меняются. Из сериала в сериал один и тот же образ прописывается режиссером. Ты запомнила и прислушалась. Хочешь проблем? Я могу их устроить. Как тебе такой расклад? По итогам первой серии я, опять же, как и при просмотре первой серии сериала «Я заставлю тебя полюбить» не могу сказать, что меня прям очень сразу же затянул этот сериал. Нужно смотреть дальше. Нужно, так сказать, распробовать на вкус этот сериал, чтобы проникнуться и понять. Тут пока при первой серии, ну, сложно что-либо говорить. Не скажу, что что-то мега поменялось, то есть какой-то прям мега прогресс произошел по сравнению с первым сериалом режиссера и вот этим вот. Похоже очень и визуально, и именно по характеру персонажей, да и внешне некоторые ребята похожи друг на друга. Ну, вот так. Будем смотреть дальше, если вы захотите, чтобы я продолжила смотреть этот сериал дальше. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поддержите его, пожалуйста, своими большими пальчиками вверх, а также не забывайте подписываться на канал. Не так уж сложно нажать на кнопку «Подписаться» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. А также не забывайте, что у меня есть моя группа ВКонтакте, тоже вступайте туда. Ну и на мой инстаграм тоже можете подписаться, если вам не сложно. Я желаю всем всего, как всегда, самого наилучшего и всем пока-пока!